МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ВОЗы и предприятия Крыма нормам пожарной безопасности. Как спасти свою жизнь в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Общественная безопасность – тема сегодняшнего эфира. Прежде чем перейти к дискуссии, я предлагаю почтить память жертв кемерской трагедии. Минуты молчания. ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА Присаживайтесь. Спасибо. Вся страна сопереживает Кемерово. И об этом подробнее в интерактивной карте, которую подготовили наши корреспонденты. Внимание на экран. В мэрии Абакана после трагедии в Кемерове объявили, что заменят систему пожарной сигнализации в 12 школах. В городе 68 образовательных учреждений. В 56 из них системы пожарной сигнализации были смонтированы более 10 лет назад и подлежат замене. В Галеевской мечети Казани прочли дуа за жертв и пострадавших во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Мусульмане помолились о скорейшем выздоровлении раненых и придании терпения и сил родным и близким, чьи родственники погибли в трагедии. Сургут ответил на трагедию в Кемерове митингом и бойкотом ТРЦ. В акции приняли участие студенты, общественники и городские власти. Этой акции активисты хотят напомнить владельцам ТРЦ о ценности человеческой жизни. Пермяки вышли на акцию возле мемориала погибшим в «Зимней вишне». Жители города, как никто другой, понимают состояние родственников погибших в Кемерове. Напомним, что в декабре 2009 года пожар в ночном клубе «Перми Хромая лошадь» унес жизни 156 человек. Жители Симферополя принесли к Народному мемориалу жертвам трагедии в Кемерове цветы и детские игрушки. Горожане приходят почтить память погибших целыми семьями. Кроме того, заседание Совета министров Крыма началось с минуты молчания. Спасибо большое. У нас в студии присутствуют ребята, активисты, молодежь, которая была участниками поминальных акций. Пожалуйста, Валерий Петрусевич, сами ли люди приходили? Сами ли ваши ребята вызвались прийти туда или как-то их созывали? Потому что мы видели большой ажиотаж, очень много людей было. У нас фотографии сейчас будут из пешеходного перехода, где продавали цветы. Потому что народ покупал их для того, чтобы возложить на площади в Симферополе. Среди нас, конечно, эта история тоже вызвала огромный ажиотаж. И наши волонтеры действительно стремились в этом поучаствовать, собрать людей. Конечно, мы изначально рассматривали, чтобы эта акция была не только памятью, но и она была безопасной. Потому что было изначально предложение запускать небесные фонарики в огромном количестве, но еще один пожар, конечно, никому не нужен. Поэтому заменили на воздушные шары, на свечи в лампадах. И действительно огромная толпа людей, которые пришли для того, чтобы разделить свое горе. Потому что у многих накопилась внутри вот эта боль, которую некуда просто выплеснуть. И возможность поделиться и хоть как-то проявить свое почтение, конечно, дорого стоила. Спасибо большое. Олег Рогожин, я знаю, что вы в Джанкое были. Была такая же подобная акция. Как много людей было в Джанкое? Джанкое также откликнулся. По обращению наших гражданских активистов мы обратились в администрацию города. Администрацию поддержали. Организовали митинг, получается. И жители поддержали, возложили цветы. И было довольно-таки приятно, что наши граждане разделяют ту боль, с которой столкнулись жители из Кемерово. Спасибо. Максим, мы знаем, что сейчас по всему Крыму идут проверки торговых центров и не только, кинотеатров. В сети появилась видеоучебная тревога торгового центра «Меганом». Также там проводились учения. Учения много ли нарушений выявлено? Мария, на данный момент проверка «Меганома» продолжается. Поэтому конкретно говорить о количестве нарушений, которые будут выявлены, это только можно будет по результатам проверки. Да, вы правильно сказали. Сегодня были проведены учения на торговом центре «Меганом». Также была проведена учебная эвакуация. Мы никого не предупреждали. Сделали сработку пожарной сигнализации. При помощи системы оповещения вся противопожарная защита торгового центра «Меганом» была приведена в эксплуатацию, в действие. Ну да, у нас вот видео. Да. Основной упор, конечно, был сделан на зону отдыха детей, это кинотеатры. При сработке пожарной сигнализации и сработке системы оповещения была проведена эвакуация детей из концертных залов просмотра фильма. Эвакуация составила буквально порядка трех минут. То есть... Вот три минуты, две с половиной, три минуты у меня тоже. Александр Алексеевич, вот я в жизни не поверю. Я просто была в «Меганоме», да, неоднократно. Это же бывший завод, мы это знаем. Мы видели эти эскалаторы, совершенно узкие, по которым не может спастись большое количество людей. Две с половиной минуты это как бы мало, да? Потому что мы понимаем, что это... А там же, Маша, там же не только эскалаторы, там же рядом лестницы. Поэтому и причем я там редко бываю, но там же есть указатели, как можно быстро спуститься. Те, кто... А остальные идут полить. Так у нас на заводе, у нас везде есть такие же лестницы, но мы показываем, куда можно пройти совершенно по-другому. Вы показываете ваши сотрудники. И мои сотрудники все это знают. В том-то и дело, что ваши сотрудники знают, вы наверняка проводите учения, да? И ваши сотрудники, если не дай бог какая-то ситуация, они уже научены, скажем так. Они хотя бы понимают, в какую сторону им идти. Но люди, которые пришли в кинотеатр, они развлекаться, они понимают, что когда... Ну, мы прекрасно понимаем, да, что когда какая-то чрезвычайная ситуация... Во-первых, мы знаем, что выключается свет, и в темноте сложно найти эти указатели. Может выключиться, правильно? Свет, и в дыму, и в темноте зачастую. Как один из факторов чрезвычайной ситуации может быть. Да. Поэтому насколько открыты, мы знаем, что из кинотеатра в Меганоме тоже есть выход, да, на улицу. Насколько он открыт, там, щеколды, не щеколды, как это, он выбивается, не выбивается. Это все проверяется ли? Это все проверяется. Я хочу сказать, Мария, что, вот вы правильно сказали, все посетители центра Меганом, и почему мы начали именно проверку с такого огромного торгового центра, как Меганом, все, заходя в данное здание, думают, что один единственный путь на второй этаж – это эскалаторы. Эскалаторы по требованиям норм не считаются как путь эвакуации. И вы, если уже, извините, вспоминать эту страшную трагедию в Кемерово, вот, заходя в Меганом, сегодня было особое внимание на это уделено, там в большом количестве развешаны планы эвакуации людей. Я вам хочу сказать, что со второго этажа Меганома существует 14 лестниц. 14 лестниц. Хорошо. А можно тогда попросить, может быть, в качестве просьбы клиента, скажем так, пусть отключат эскалаторы, пусть я пройдусь два раза по этим лестницам. Я вам объясню, потому что когда какая-то паника, ты бежишь по той дороге, по которой ты поднимался, потому что ты понимаешь, что ты по ней можешь хоть как-то спасти, какая-то вероятность, потому что даже если ты увидишь этот план эвакуации, может быть, он там не работает, что-то закрыто и так далее, ты, конечно, по нему можешь не побежать. Из-за того, что мы узнали, прошло в Кемерово, вот по поводу кинотеатра, ну первое, большая, ну я просто был удивлен, когда человек, отвечающий за кинотеатр, тихим голосом сказал, осторожно, пожар. А в ее функциональные обязанности входит, надо было громко объявить, даже если случилось нет света, и должна сказать, выходите спокойно, куда есть выходы. Вот в этом, я считаю, неподготовленность персонала в Кемерово, что они практически были не готовы к чрезвычайным ситуациям. Поэтому, в отличие от Кемерово, мы работаем с нашими министерствами, с сотрудниками, мы постоянно проводим проверки, постоянно проводим учения, вот у нас многотысячный коллектив, но при этом каждый у нас знает, что он в этот момент должен идти именно туда, а не совсем другую. Каждый руководитель знает, что он должен развести. Вот в этом основная, я считаю, такая, так сказать, вина сотрудников этого торгового центра. Никто не был готов, вообще ни один. Поэтому вот это самое страшное. Мы все думаем, что нас это не коснется. Эльдар, у меня два вопроса. Первая, парковка возле того же торгового центра. Мы прекрасно понимаем, насколько тесно стоят машины, если что, не дай бог, пожар какой-то. Нужна же не одна, правильно, пожарная машина, как я понимаю, что в зависимости от того, как... Конечно, повышенный номер вызова. Ну сколько, 5-6 машин, 4, да, 4 наряда, предположим, они же не проедут. Это тоже такой, да, нюанс. Мария, если честно, я вот здесь по поводу этого комментария конкретно не могу дать, потому что, ну, честно, даже не предполагаю. У вас там просто бизнес, в торговом этом центре. Да, по вашему вопросу по эскалаторам, можно будет, я скажу. Во-первых, смотрите, у нас, у каждого из арендаторов, я выступаю арендатором, в трех торговых центрах, и по меганому, я могу сказать конкретно, у нас есть человек, значит, отвечающий пожарной безопасности в торговом центре, и он с нами проводит работу, он с нами проводит учения. Это помимо проверок МЧС, то есть совместных учений, да, мы проводим еще внутренние проверки. И, значит, у нас есть вот такая инструкция, значит, о порядке, значит, проведения на случай экстренных ситуаций, значит, определенных мероприятий, да, в каждом лоте, я арендатор, да, это мой лот, то есть в момент срабатывания сигнализации все покупатели, там, персонал, то есть моя обязанность как человека, который отвечает за пожарную безопасность, я должен организовать группу, пересчитаться, выйти, то есть мои работники, которые проинструктированы, где ближайший, значит, пожарный выход, мы организуем. Это только сейчас у вас появилось после трагедии в Кемерово, или это было до этого? Нет, это, во-первых, с самого начала, потому что мы же сами понимаем, что и наши работники, и сами мы находимся постоянно в торговом центре, то есть это наша работа, мы там, если гости приходят, там, час-два провели, мы там живем буквально в этих торговых центрах. Так вот, я вам скажу, от того магазина, который у меня находится в Меганоме, выйти в ближайшую, на пожарную лестницу, занимает ровно три минуты. То есть я могу организовать людей. Я поняла. Кто отвечает за безопасность людей, вот те, которые зашли в ваш магазин? Вы или все-таки собственник здания у вас? Вы знаете, как, это ответственность обоюдная. То есть получается, если по вине моей, как арендатора, да, то есть у меня какая-то возгорание. Я хочу поддержать аплодисменты Мильдара, потому что я уверена, что, к сожалению, не все предприниматели, которые арендуют помещения в торговых центрах, думают, что это обоюдная ответственность. Они все думают, что это ответственность. Но это обоюдная ответственность, потому что торговый центр несет ответственность, как правило, за общие зоны, за те зоны, где люди ходят, да, где-то развлекательные детские зоны. Спасибо. Евгений Куликов, пожалуйста, юрист. Скажите, несет ли предприниматель ответственность за эвакуацию своих клиентов, да? И может ли рассчитывать клиент на возмещение вреда здоровью со стороны предпринимателей, на объекте которого произошла чрезвычайная ситуация? Ответственность, конечно, несет, как сказал предыдущий гость Эльдар, ответственность действительно обоюдная. Тут даже не важно, арендатор или не арендатор, даже если брать вот это помещение, ответственность можете нести как и вы, так и ответственные лица, если необходимо эвакуировать людей. Поэтому не важно, арендатор, непосредственно кто находится и кто владеет помещением в данный момент. Вот тот и несет ответственность в том числе, ну и собственника, и другие ответственные лица. Конечно, возмещение, по второму вопросу, возмещение вреда, ну возможно истребовать, смотря какие обстоятельства, какой вред был нанесен, исходя из этого, но уже в судебном порядке, если добровольно взят. Но самое главное, юридически, вероятно, у них должно быть записано в договоре, у кого они арендуют помещение, там все должно быть расписано, кто за что отвечает, правильно я понимаю? Должно быть, но даже если этого в договоре не будет указано, то в силу закона ответственность будет все равно расписана. Мы, Мария, когда вот отдаем наши помещения, немного, но даем в аренду, то у нас записано чрезвычайные и антитеррористические мероприятия. Вот тот берет в аренду. И кто ответственный. Да, и тот, кто взял в аренду помещение, он расписывается полностью. Но мы должны понять, все равно я как директор, я отвечаю все равно за свой договор. За все, это конечно. Все равно я несу этот ответ. Это конечно, но тем не менее, вас... Даже если вы прописали все, но ваше помещение соответствовало, допустим, изначально требования пожарной безопасности. А то, конечно, несет предприятие. Максим, а меры ответственности за нарушение норм пожарной безопасности? Да, за нарушение норм пожарной безопасности, согласно Кодексу об административных правонарушениях Российской Федерации, по статье 20.4, за нарушение гражданин несет ответственность от 3 до 5 тысяч рублей. Должностное лицо несет ответственность от 6 до 15 тысяч рублей. Индивидуальный предприниматель, который не образует, именно ИП, не образует юридическое лицо, несет ответственность от 20 до 30 тысяч рублей. И юридическое лицо за нарушение требований пожарной безопасности несет ответственность в виде штрафа от 150 тысяч до 200 тысяч рублей. Он когда говорил от 6 до 15, я думаю, это лет лишения свободы, это 200 тысяч рублей. Думаю, хорошо, а то хоть будут следить за безопасностью. Мария, я хотел бы добавить насчет проезда, то, что вы спросили пожарной техники. В Меганоме, интересно взят опыт торгового центра Ашан, Южной галереи, который у нас находится, бетонными полусферами именно проезд для спецтехники возле непосредственного здания выделен на нормированную ширину проезда. В чем смысл заключается? Легковой автомобиль, сфера высотой где-то приблизительно около 30 сантиметров. Легковой автомобиль с клиренсом, который не превышает данную высоту, он просто туда заехать не может. Мы на КамАЗе проезжаем, под собой оставляем эти полубетонные сферы и едем по выделенной полосе. Но я к чему это сказал? Вчера, когда мы приехали на Меганом, вы не поверите, вот не хватает парковочных мест, и вот наши граждане, которые приезжают отдохнуть, либо скупиться в торговом центре, эта полусфера весит приблизительно около 50 килограмм. И они сдвигают ее в сторону тротуара. Получается, что проезд наполовину... Наши граждане перекрывают и пожарные проезды, но я надеюсь, что мы для этого и собрались и здесь, и есть и остальные эфиры, передачи и публикации, для того, чтобы они понимали, что это не шутки. Давайте посмотрим сюжет, подготовленный нашим корреспондентом Николаем Куцевым, и вернемся в студию. Продолжение следует... Очень тяжело для родителей, для бабушек, для дедушек, да и взрослые погибли, тоже весь жалко. Мы из Кемеровской области переехали сюда, в Крым, 4 года назад, и мы просто тоже так этой трагедией прониклись, вы понимаете. Приносим соболезнования своим родственникам, близким, знакомым, просто никто не равнодушен. Пришли, потому что у самих есть дети, и каждый из нас понимает, что мог бы оказаться тоже в этой ситуации, потому что постоянно ходим также в торговые центры, в развлекательные батуты и в другие места, и также понимаем, что мы могли также оказаться на месте этих детей. И горе, конечно, нам нельзя понять, могут только понять люди, которые теряли детей. Это невосполнимая трата. К вечеру на площади уже не протолкнуться. В небо отпускают тысячи белых воздушных шаров в память об ушедших от нас чистых детских душах. Страшный пожар в Кемерово не на шутку взволновал общественность. Люди стали намного чаще обращать внимание на противопожарные системы в местах массового скопления граждан. И, как считают эксперты, это лишним не будет. Ведь многие торгово-развлекательные центры Крыма готовы к ЧП не намного лучше кемеровской зимней вишни. На данный момент, по моей информации, опять же, как скептика, как аналитика, более 80% торговых центров Республики Крым в целом, я не говорю конкретно о Симферополе, это вообще все регионы республики, они не готовы к тому, если случится пожар. То есть у нас, во-первых, многие системы пожарной сигнализации и оповещения, они работают некорректно, либо вообще находятся в неисправном состоянии. Мы с этим сталкиваемся повсеместно. Собственно, в любой торговый центр заходя, мы можем видеть, да, система стоит, но работает она или не работает, это уже вопрос как бы другой. Мы тоже решили провести небольшой рейд по ТРЦ Симферополя. Несмотря на ажиотаж, такие нарушения, как закрытые аварийные выходы, до сих пор встречаются. В основном, собственники хотят уйти от ответственности путем разработки каких-то специальных технических условий, комплекс инженерных мероприятий, которые позволят им уйти от каких-то систем пожаротушения, дымоудаления и прийти к более лояльным, более дешевым методам исправления замечаний. Сейчас проверяющие органы по всей стране отправились выявлять нарушения пожарной защиты. Крымские ТРЦ экстренно готовятся к ревизии. Но отдельного внимания стоит тот факт, что нашлись и такие люди, которые на большом горе решили попиариться. Вброс невменяемого пранкера с Украины, обзванивавшего морги с дезинформацией, был подхвачен рядом СМИ и блогеров. Такая информационная атака на убитых горем людей вряд ли случайна. Эта сеть готовилась к выборам, но был большой процент, и много людей пришло на выборы, и все эти боты, пранкеры украинские и тролли оказались не нужны. И тут сразу после выборов у нас идет свалка, а потом вот эта трагедия. И решили эту сеть задействовать, качать не на политике, как было в Украине в 2014 году, а качать на трэше. И мы видим, что уже четвертый день тупо качают по трэшу. Это вбросы по количеству жертв, потому что все горит и так далее. Просто всем нужно быть аккуратнее, анализировать и проверять любую информацию из интернета. Но в такое тяжелое время отчетливо видно, что здравомыслящих людей вокруг абсолютное большинство. Иначе и быть не может, ведь десятки жизней оборвались так трагически, что самое страшное большинство погибших дети – 41 ребенок, который уже никогда не станет взрослым. И сейчас для каждого из нас главные слова – Кемерово, мы с тобой. Спасибо большое, Олеся. Если говорить о Евпатории, детская здравница, я думаю, что в вашем городе тоже наверняка инициированы проверки. И знаем, что у вас проходили также траурные мероприятия, о которых мы упоминали. Насколько муниципальная власть может как-то контролировать исполнение норм безопасности? Для этого на территории муниципальных образований созданы комиссии, которые в большинстве случаев возглавляют первые заместители главы администрации. В том числе эта комиссия, созданная в городе Евпатории, она работает уже системно, постоянно. На таких комиссиях заслушиваются, в первую очередь, наши муниципальные учреждения, предприятия, которые, к сожалению, сегодня не все еще, скажем так, оборудованы системой. Ну, кнопки у нас в каждом предприятии есть, в учреждении. Просто нормы пожарной безопасности, то, о чем мы говорим, там, 4 года, 5 лет назад, скажем так, у нас, и сейчас, они были немножко другие. Поэтому не все еще предприятия могут соответствовать. Были, но совсем были другие нормы, это первое. Второе, там, те же ограждения дошкольных учреждений, школ не нужно было сегодня, это обязательно, да, опять же, пожарные сигнализации нужны были, но все время там, то нет денег, то еще что-нибудь, так и сегодня. Сегодня, конечно же, если говорить про муниципальные наши предприятия, то мы за свой муниципальный бюджет стараемся, где-то, ну, какое-то большое количество мы уже сделали, но в то же время, как обычно, нам не хватает финансового подтверждения тех проектов, которые мы уже разработали, то есть мы не сидим на месте, мы все время движемся в это направление. Ну, что нельзя сказать о тех частных, которые сегодня существуют на территории города, точно так же их заслушивают, точно так же приглашают на комиссии. Вот то, что говорили сегодня, я посмотрела по практике, в 2015 году практически каждый торговый центр, который существует в городе Евпатория и работает, все руководители, либо ответственные лица, которые несут за это ответственность, да, были оштрафованы вот именно как раз по статье 40, да, 20.4, да. Когда были даны предупреждения и так далее, то есть, конечно, это системная плановая работа, и она уверенно все время проходит у нас. Она проходит, у нас был звонок в студию по Евпатории, сказали о том, что в прошлом летом в санатории Приморья, нет, Приморья, да, горел санаторий, был как раз заезд инвалидов-колясочников, и, в общем-то, достаточно ажиотаж был, потому что все выходы, входы были закрыты, но, в общем, они были к этому не подготовлены. Тоже обратите внимание на это, если вы лежали. Это был случай, и мы совместно с МЧС отрабатывали, и в том числе потом после этого проводились проверки, сам санаторий по себе, туда поселили людей, которые были действительно нуждались в помощи, и они либо были колясочники, либо те, которые, у них были заболевания, которые нельзя было оселить в этот корпус. То есть это уже, конечно же, есть ответственность людей, которые оказывают эту услугу, да, которые продали путевки, и после этого, конечно, людей переселили, и мы в эту историю тоже со своей стороны вниклись, и мы помогали, в том числе, переселить людей, но в то же время вот такие случаи есть, когда собственник территории или собственник зданий, сооружений, скажем так, бежит за большой копейкой, а не думает о таких людях, о которых... Ну, тем не менее, все претензии всегда идут в кластье, мы же это прекрасно понимаем. А у меня, Эльдар, у вас ваши магазины находятся на каком этаже? Один магазин на втором этаже, кафе на первом, ну, один магазин, конечно, на третьем. Ну, детские, просто говорили о том, много обсуждали, да, о том, что, может быть, детские учреждения, увеселительные учреждения, кинотеатры уж точно, может быть, сделать все-таки на первом этаже? Ну, дело в том, что, вот послушайте, во всем, да, это всемирный формат организации торговых центров. Понятно, это, нет, это, секунду, это не всемирный формат безопасности, а это всемирный формат зарабатывания денег, но, может быть, все-таки мы подумаем о наших детях и сделаем на первом этаже? Я понимаю, да, ну, вот поверьте мне, я просто о чем хочу сказать, что то, что случилось в Кемерово, это, конечно, большая трагедия, и она случилась в большей части по человеческой халатности. Дело в том, что вся техника, которая должна была обеспечивать безопасность людей, она не сработала, только потому, что там ее отключили, там кнопка не работала, еще что-то. Ну, послушайте, во всем мире сколько торговых центров? Все работают нормально. Поэтому я к чему говорю, что дело в том, что сам формат любого торгового центра, конечно, идеальный торговой центр, который делается в одном этаже и тому подобное, но есть большие города, где стоимость земли бешеная, там, квадратного метра строительства в центральной части города сумасшедшей. То есть, ну, понятное дело, да, что он выстраивается там в три-четыре этажа, и, как правило, четвертый или третий этаж используется либо под кинотеатр, либо под развлекательную зону. Ну, это не совсем правильно. Чтобы, да, все прошли, прошлись по магазинам. Александр Алексеевич, вот вспоминают наши коллеги, подождите, сейчас, вспоминают коллеги наши, очень большая была переписка на Фейсбуке в советское время, и говорят о том, что выход из кинотеатров был сразу на улицу. Двери открывались, сразу на улицу было. Это было. Это было. Двери в Паторе у нас тоже в Паторе. Смотрите, тоже пожарную лестницу можно и на третий этаж. Шевченко у нас сейчас будет видео тоже проверки проводить. То есть, пожарную лестницу можно и на третий этаж организовать, и на второй этаж, как и делают многие. Мария, самое главное, я прошу прощения, самое главное, что вот эта беда, она нас всех объединила. Вот надо это, вот это наше объединение, мы должны и дальше продолжать совместно эту работу. Более того, мы во второй части, у нас есть зрители в зале, которые скажут о том, что мы сами должны брать инициативу в свои руки и проверять безопасность. Если у нас есть обращение к руководителям не только торговых, но предприятий всех, то мы должны понять, что мы отвечаем за людей. И когда мы начинаем, я не хочу ничего, когда мы начинаем оправдываться, когда к нам приходят, я своим подчиненным говорю, нельзя оправдываться. Надо находить решение всех проблем. С вами сложно не согласиться. Я хочу дать слово помощнику начальника главного управления, пожалуйста, Владимир Иванов. Добрый вечер. Александр Сергеевич практически начал мою мысль. Дело в том, что очень больно, что такое количество детей, людей погибло в Кемерово. Это системные нарушения. Это когда система полностью отказывает, когда она не работает. К счастью, сегодня мы смотрели Меганом, я не хочу его хвалить руководство, но системы, которые проверяли, если это система вентиляции, то она должна быть отключена при пожаре. Если это система пожарной сигнализации, она должна сработать. Сегодня проверялось все очень тщательно, все работало. Далее говорим о том, что персонал действительно показал знания. Возможно, это уже и после того, что произошло в Кемерово. Мы сейчас очень большое внимание уделяем Кемерово, большие слова соболезнования родным, родственникам, близким людям. Но мы не должны забывать о том, что в Крыму, у нас в нашем родном Крыму ежегодно происходит до полутора тысячи пожаров и порядка пяти тысяч загораний. В основном пожары происходят в жилом секторе, жилой сектор, и там тоже гибнут люди. И если взять годовые данные, то мы переплевываем очень далеко Кемерово по жертвам детей, людей в целом. И нарушение это в основном у нас сейчас брать, если, да, сейчас ТРЦ под большим прицелом, но давайте не забывать о детских садах, о школах. Мы об этом поговорим во второй части. Но как бы, вот я хочу, Владимир, к вам обратиться, что как бы сейчас массовые проверки будут, да, но чтобы не было, как сказал президент Компанейщины, да, когда проверяют ларек в 40 метров и требуют от него все нормы пожарной безопасности, а у нас, значит, проверят какой-нибудь торговый центр или кинотеатр и скажут, ну, все хорошо здесь, и ладно, и, значит, в общем-то он пройдет проверку. Как сделать так, чтобы так не было, как вы думаете? Давайте начнем изначально с того, что в Крыму на сегодняшний день порядка 150 инспекторов Государственного пожарного надзора. Вопрос ко всем людям, это для Крыма много или мало? На количество объектов, ну, все прекрасно представляют количество здравниц, санаториев, объектов развлекательных, заводов и фабрик. Я как женщина сейчас подумаю, вам отвечу, что, наверное, мало. При этом до марта 2019 года наложен мораторий на осуществление проверок. Это мы знаем, да. Я хочу сказать, чтобы все правильно понимали относительно проверок. Проверки как плановые, плановые проверки не будут, но при этом хорошо, что мы, особенно для нас, крымчан, это очень важно, мы действительно не готовы к этому, потому что наши многие здания и сооружения в Крыму, они построены намного раньше и по стандартам еще украинским. Российская намного жестче. И это требует... Поэтому сегодня вот нам приходят сотрудники на проверку, они при этом сначала нас предупреждают, а уже потом, правильно я понимаю, то есть, чтобы не пугали, так сказать, предпринимателей, чтобы они были готовы к разговору о том, что у них нет и что у нас же исправили. Главное, чтобы они не были предупреждены за две недели, когда они открывают все пожарные входы, выходы. Я вот хочу к Максиму обратиться. Я понимаю, что сейчас прокуратура составляет список объектов проверки, да, и уже вы совместно с прокуратурой идете проверять эти объекты. Так это или нет? Каков механизм? Мы привлечены органами прокуратуры в качестве специалистов по вопросам пожарной безопасности и соблюдения требований пожарной безопасности на местах. У нас совместные проверки. Контролирует данную проверку прокуратура Республики Крым, а по всей России Генеральная прокуратура. Взяты все большие торгово-развлекательные и торговые центры, где подразумевается одновременное пребывание большого количества людей. Поэтому не было ни компаниейшины, не было ни каких-то там кулуарных решений. Взято те предприятия, которые зарегистрированы и которые работают на территории Республики. Поэтому все будут проверены на соответствие требований пожарной безопасности, на соответствие требований безопасных путей эвакуации, работы систем противопожарной защиты, наружного водоснаживания, внутреннего водопровода. Я могу много перечислять, мы понимаем, хватит. Но эти вопросы будут отработаны в полном объеме. Спасибо. И, Олесь, вы как мать двоих детей, как вы готовите своих детей, вот может быть, не дай бог, к чрезвычайной какой-то ситуации? Вообще вы с ними проговариваете? Проходит ли они это в школе? Ну, старший сын уже у меня курсант. Поэтому я думаю, что военно-космическая академия имени Можайского... Как раз вам рассказывает, собственно, да? Да, есть у нас кому рассказывать. А, конечно, ну, во-первых, особый контроль в школах. Вот мы все вспоминаем, да, в школах, когда нас готовили к эвакуации, какое нужно место занять, что нельзя паники. Самая страшная в такой ситуации, как она сложилась, в принципе, в этом торговом центре злополучном, это паника. Ну, то есть это, наверное, одно из тех вещей, то, с чего вы начали эту передачу, да, вот там есть, там, как-то вот коллега сказал о том, что есть, да, есть человек, который отвечает за то, чтобы собрать коллектив. И, кстати, на примере, один из ребят показывал, ну, вот сейчас и в сетях же везде есть, который просил даже, говорит, не называйте мое имя, просто был, занимался с этими детьми, и у него случайно был для этих игровых вещей противогаз. И вот благодаря этому, он на него одев, и 30 детей он вывел, да, то есть в зависимости от того, насколько мы готовы сегодня. Мы готовы, мы должны понимать, ну, какие-то, да, определенные... Ну, в школах, это очень... Вы в горсовете знаете, куда бежать-то, если что? Конечно, знаю, мне на первом этаже. К мэру. К мэру, естественно. Я в горсовете на первом этаже, поэтому это он ко мне будет бежать. Спасаться. Давайте далее реклама. После нее выясним, уверены ли крымские чиновники и депутаты в безопасности тех зданий, где они проводят трудовые будни. Продолжим дискуссию на заданную тему. Не переключайте канал, рекламная пауза будет недолгой. Напоминаю, эта программа «Все как есть». Общественная безопасность – тема сегодняшнего эфира. Уверены ли крымские чиновники и депутаты в безопасности тех зданий, где они проводят трудовые будни. Об этом в постоянной рубрике «Взгляд сверху» узнавала наш корреспондент Маргарита Аванесова. Внимание на экран. При приеме на работу здесь, собственно, каждый сотрудник ознакомлен со всеми документами, связанными с безопасной эвакуацией и с чрезвычайными ситуациями. И понятно, где запасные уходы. И, конечно, коллективы, сотрудники Государственного совета полностью владеют информацией по своим действиям в период каких-то чрезвычайных ситуаций, есть ли они, конечно, могут быть. Теоретически можно знать все. Но когда что-то случается, очень легко потерять контроль, потерять самообладание и забыть вообще все свои теоретические знания. Мы должны все-таки помнить, что есть зоны повышенной опасности, как сейчас выясняется, в том числе и торговые центры. Общее понимание поведения в экстренной ситуации у меня есть. Поэтому ознакомиться с аварийными выходами и оценивать ситуацию в момент пребывания в торговых центрах, например, в городе Симферополе, таким я, конечно, не занимаюсь. Но я думаю, что очень многое зависит от самого человека. Понятно, что руководитель торгового центра, он должен соблюдать букву закона. Но, тем не менее, человек сам должен понимать правила поведения. Тренировкам, которые регулярно или в соответствии с графиками проводятся, безусловно, к ним нужно очень серьезно относиться. Глава республики, он четко обозначил, каждый должен исключительно ответственно выполнять свои обязанности. Если каждый человек, начиная от простого рабочего или просто технического какого-то сотрудника до руководителя предприятия, до руководителя ведомства, будет выполнять то, что ему предписано, у нас таких трагедий быть не может. Спасибо большое. Александр, я знаю, что вы раз в неделю участвуете в специальных совещаниях по обеспечению пожарной безопасности. Как вы оцениваете уровень пожарной безопасности в местах скопления крымчан, людей? Я оцениваю уровень обеспечения безопасности на достаточно высоком уровне. За последние три с половиной года был принят ряд нормативно-правовых актов. В их разработке принимали участие депутаты нашего государственного совета и, в частности, председатель комитета по законодательству был Ефим Фикс. Поэтому, да, на сегодняшний день он заместитель председателя госсовета. Значит, нами были приняты порядка двух законов. Один из них о гражданской обороне, один о пожарной охране республики Крым, а также ряд нормативно-правовых актов по постановлению и распоряжению совета министров. Они ужесточают ответственность или облегчают, наоборот, жизнь предпринимателя? Они помогают разработке нормативных документов, помогают контролировать ситуацию на объектах с массовым пребыванием людей и спрашивать с руководителей данных учреждений за обеспечение пожарной безопасности. Это касается и детских садов, школ, а также мест с массовым пребыванием людей, в том числе и кинотеатров, и детских пионерских лагерей, и здравниц, которые расположены у нас в Крыму. И вузов, да? Но, Сергей, хочу какую ремарку сделать. Тут очень много обсуждалось о том, что у нас есть нормы пожарной безопасности. Мы говорим о том, что все выходы должны быть открыты и народ должен выйти. У нас есть нормы антитеррористической безопасности, которая говорит о том, что никто не должен... Проникнуть. Конечно, да. У нас есть, если это торговый центр, какие-то нормы мы понимаем прекрасно, предпринимательские от воров. Мы тоже понимаем, что человек должен выходить в один выход, потому что все остальные должны быть закрыты, потому что если он там вор или как-то его... Как делать? Не противоречат ли эти протоколы, нормы другу? Безусловно, противоречат. И, знаете, я бы, наверное, сказал сегодня о следующем, что у нас, у всех, или, так сказать, у большинства, могут возникать недовольства, когда происходит ужесточение мер безопасности. То есть, когда произошли теракты, допустим, в Петербурге, когда произошли теракты в самолетах, были ужесточены меры контроля в аэропорту. Нередко сталкивался с тем, что народ ворчал. Ну зачем? Ну почему? Ведь было так удобно. Может, это единичный случай? Я, наоборот, за, чтобы лучше проверяли людей. Я проверяю, за, что кого-то проверят. Я к этому привык. То есть, в большинстве своем мы сегодня уже привыкли к этому. Сейчас, может быть, аналогичная ситуация, что где-то будут не соглашаться с проверками, где-то будут нестыковки. Но здесь я бы сторонник того, что лучше даже немного перегнуть палку, чем ее не догнуть. То есть, я сторонник... Все правильно. Но вот, хорошо, но по поводу школ, Елена, точно так же нормы антитеррористической безопасности и противопожарной. Как вы совладаете? Здесь есть некоторая противоречия, но прежде всего я бы хотела сказать, что за предыдущие два года проделана колоссальная работа по обеспечению противопожарной безопасности учебных заведений и детских садов города Симферополя. Я... Вот, пожалуйста, да, инструкция. Просто могу говорить... Запасные выходы должны быть закрыты и опечатаны. Пожалуйста, инструкция о мероприятиях. Так вот, по поводу безопасности школ, я думаю, что все горожане должны быть абсолютно спокойны в том плане, что школы, детские сады находятся под постоянным неусыпным контролем, вниманием. И в школах установлены уникальные системы безопасности, все выведены на пульты охраны пожарной. Что касается антитеррора, то здесь еще есть над чем работать, конечно же. Очень сложно иногда обеспечить контролируемый доступ на территории, потому что выходов, вот в нашей школе, например, 7. И на все 7 выходов поставить контролирующую систему невозможно. Они должны быть открыты в случае пожара, но они должны быть закрыты, если мы говорим об антитерроре. Ну, охранник, если антитеррор, вот, например, в КФУ, охранники-то не пройдешь мимо-то. Ну, все дело в том, что охранник может быть один, максимум два, в зависимости от того, какая школа. Поэтому, конечно, здесь еще остаются вопросы. При этом же у нас и родители не всегда дисциплинированно себя ведут. Вот хочу попасть в школу, и все, там бабушка или дедушка. И поэтому здесь, конечно, надо с этим субъективным фактором бороться. И ты одеваешь на себя личину цербера, и, конечно, взвешиваешься за и против. А что касается ответственности каждого руководителя любого уровня, ну, вот, когда печальный этот факт произошел, мы собрались еще на одно рабочее совещание и стали моделировать принципиально новые ситуации, которые могут возникнуть при пожаре. Вот даже отработали, если заблокирован пожаром первый этаж. При проектной мощности 450 человек в школе, в которой одномоментно находится 1100, при заблокированном первом этаже возникали сложности. Но вы нашли выход. Вы нашли выход. А учения как часто проводятся в школе? Ну, обычно это всегда проходит в апреле, День защиты ребенка, показательные, рабочие. Я иногда, в кавычках говоря, веселюсь неожиданно, объявляю тревогу, никому не говоря об этом. Наша школа эвакуируется от 2,5 до 3,15 секунд. Вот так вот. А Сергей, как? Я хочу добавить еще. Сейчас, секундочку. А КФУ как? Значит, аналогично. Я хочу сказать, что два раза в год у нас проходят учения по гражданской обороне, то есть мобилизации, с эвакуацией. И немаловажно. Вот на что хочу обратить внимание, что сотрудники университета, они знают, как действовать в таких ситуациях. На них в большей степени возлагается именно ответственность за что? Они знают помещение, они знают, куда, находясь в какой точке университета, надо идти на какой выход. И, соответственно, они регулируют данный процесс. Почему? Потому что, если непосредственно... Но их предупреждают, что будет учебно, а если не предупреждать? Иногда предупреждаем, иногда не предупреждаем. Но наша задача заключается в том, чтобы прежде всего педагоги и вспомогательный персонал, то есть сотрудники университета, понимали, находясь в данной точке, куда ты должен идти и куда должен направлять студент. Спасибо, Александр. Вы хотели добавить? Я хочу добавить. Во всех школах Республики Крым, ну и не только Республики Крым, но и всей Российской Федерации, есть предмет безопасная жизнедеятельность. И правильно подметила коллега, что ежегодно проводятся такие тренировки, особенно в старших классах. Ну, а вы знаете, что за безопасность детей... Но это раньше же было для галочки этот предмет. Это раньше было, сейчас такого нету. А сейчас? И большую помощь в этом оказывает наш специализированный центр по подготовке специалистов гражданской защиты, Республиканский центр. Значит, его создали на базе учебно-методического центра Совета министров Республики Крым. Там проходят переподготовку все педагоги, без исключения, которые назначаются на должность, в том числе и директора, в течение трех-пяти лет ближайших. А если были назначены, значит, в течение первого года работы. Спасибо. Сейчас, секундочку. Я хочу обратиться в зал. Наталья, пожалуйста, у вас дети же в школе учатся, да? ОБЖД проходит? Как они относятся к предмету? Есть такой предмет? Или гражданская оборона? Нет, у меня дети еще маленькие, к сожалению, мы еще до этого не доросли. Персональную ответственность несут классные руководители за маленькими детьми. Я сейчас хотела сказать в общем о безопасности. Конечно, печально, что нас сегодня собирают именно такие поводы, да? Большая трагедия. Почему мы не можем предотвращать вот такие вот, почему мы уже постфактум собираемся и все обсуждаем? Если должностные лица получают уже звоночки, да, о том, что нарушается безопасность. Я просто, опять же, о наболевшем, да? Наш пешеходный переход, который требует светофора. Дети идут в школу. Возле какой школы, скажите? В Грессовске. Поселок Грессовский, наш поселок нуждается в пешеходном, в светофоре. Вот пока, не дай бог, что-то не случится, у нас не поставят, да, светофор. Это мы говорим не только о пожарах. У нас в магазине постоянная просрочка детской продукции. То есть вот пока не случится трагедия, да, что мы ждем? Пока этот ребенок отравится, пока его на дороге собьют, ну, получаете вы уже звоночки о том, что, ну, здесь небезопасно. Мы получаем в ответ одни отписки. Как быть, что делать? Хочется, пожалуйста, отреагируйте. Я в чем поддержу. У меня есть, мы помним, случай с лифтами, с лифтом, да, погибла мать с ребенком. И тут резко мы понимаем, что у нас многие лифты отключены в наших домах. Они, оказывается, требуют проверки. Никто проверки не проводил. И только после этой трагедии вдруг начали проводить почему-то проверки. До этого нельзя. У меня есть как раз-таки мнение Вячеслава Голуба. Он начальник департамента городского хозяйства администрации Симферополь. Раз уже вы затронули эту тему, давайте послушаем его по поводу лифтов, поскольку в нашу редакцию очень часто обращаются люди и попросят поднять эту тему. Вот на какой стадии идут эти все проверки. И дальше вернемся в студию. Пожалуйста. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Из них порядка 600 лифтов только требуют проведения капитального ремонта, либо замены, потому что они уже прошли свой срок службы. На данном этапе в этом году у нас в программе заложена замена 73 лифтов. И у нас порядка 10 лифтов, которые долго уже не работают. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Добрый день, Куприна Надежда. Хотелось бы сказать, во-первых, по поводу нашей школы, да, продолжая Наталью, что действительно классный руководитель у нас, у нас начальная школа сельская. И они настолько осознанны, что на классном часу, я неоднократно сама лично при этом присутствовала, детям, как в игровой, так и в очень серьезной форме проводится инструктаж. Инструктаж, да, на тему и пожарной безопасности в школе и вне школы точно так же как бы проводятся. И хотелось бы, конечно, присоединиться к словам Натальи и сказать, что не только к чиновникам нужно обращаться, да, осознанность граждан это тоже очень важный фактор. И почему-то, когда происходят такие трагедии, да, у нас начинается всплеск активности, но буквально через пару месяцев она обычно снижается, да. Поэтому у нас у всех, над нами есть закон, да, и если его правильно использовать, можно добиться очень-очень многого. Поэтому, конечно же, если гражданин увидит... Просто нужно соблюдать всем ответственным, да, но главное, чтобы граждане не дублировали чиновников, которые должны за это отвечать, или предприниматели, которые должны отвечать. Но блюсти мы это должны. У нас тоже в зале присутствуют люди, которые тоже так считают. Но я сейчас хочу к нашему психологу обратиться, Таисия. Вот что делать? Как подготовить ребенка к чрезвычайной ситуации? Как сделать так, чтобы, если, не дай бог, он попадает в такую ситуацию, чтобы он не растерялся, а среагировал, да? Как часто ему нужно это говорить? В какой форме? Что делать? Я думаю, лучше всего детей тренировать. Лучше всего их тренировать, потому что в ситуации паники все знания выключаются, сознание отключается. Совершенно верно, да. И человек начинает действовать под влиянием эмоционального заражения. И поскольку у всех выключается сознание, то, безусловно, паника, она вот как раз-таки индуцирует вот этот вот страх, вот эту тревожность, и человек уже вообще не понимает, что происходит, можно только на уровне двигательной памяти. То есть если ребенок протренировался в своей жизни, да, через какие-то игры, через какие-то моделируемые ситуации, да, если он потренировался, и у него есть хотя бы некоторая двигательная память на то, как нужно себя вести, это первое, что можно сделать. Насколько часто нужно говорить? Я ведь не думаю, что нужно говорить часто, потому что бесконечное индуцирование вот этой тревожности, нагнетание событий, оно будет опять включать механизмы эмоционального заражения. То есть должна быть золотая середина, правда, всегда посередине. Второе, на что нужно обратить внимание, что в ситуации мы не можем детей предотвратить от всех тех опасностей, которые у них в жизни будут встречаться на их пути. Это невозможно. Можно придумывать бесконечные должности, разбираться, придумывать должностные инструкции, но ситуации будет все время много новых, и, безусловно, мы ребенка обезопасить не можем. Но как мы можем подготовить? То есть мы должны подготовить ребенка не только на уровне того, как он может действовать в той или иной ситуации, именно моделируя эту ситуацию, мы должны подготовить его, как он должен уметь брать ответственность в этой ситуации за других людей. То есть фактически в ситуации паники нужны лидеры, которые начнут руководить вот этой так называемой толпой. И если будут обученные люди, которые четко подготовлены, прошли какие-то курсы, они больше знают, как нужно себя вести, они начинают, даже начиная изначально со звука, они начинают говорить монотонно, успокойтесь, подойдите, раз, два. И толпа начинает успокаиваться, потому что она понимает, что есть вожак, который в этой сложной критической ситуации берет ответственность на себя. Но это ситуативные лидеры, мы же прекрасно понимаем, что жертв даже в Кемерово было бы намного больше, если бы не были ни охранник, ни те руководители предпринимателей магазинов, ни тот мальчик, погибший, к сожалению, который просто взял свои руки, спас, или людей скоординировал, что им делать, как им накрываться и так далее. Для этого нам нужно в школах, я так думаю, вводить какие-то игровые формы, где дети могут подготавливаться к тому, что мы можем попасть в ситуацию кризиса. Потому что, когда человек привыкает жить все время в состоянии, когда что-то может произойти, это его уже не тревожить, это привычно, это нормально. Согласно, главное, чтобы не только преодолевали страх, но и были готовы к чрезвычайным ситуациям. Да, конечно, были готовы, да. Сергей согласен с вами. То же самое, что о чем вы говорили, это студенты переводят. О чем я говорила сейчас. Можно еще добавить? Да, добавить, да. Я действительно подтверждаю то, что в школах проводятся инструктажи. Вот сейчас каникулы, и накануне каникулы в школах были проведены инструктажи для того, чтобы что детям делать, или что нельзя, грубо говоря, делать детям на каникулах. Аналогичная ситуация происходит и в вузах, когда мы отправляем ребят на практику. Мы, зная специфику их профессии, уточняем, что ребята, вот это вот избежать, не делать. Вплоть до того, что там поведение на водах, учитывая, что летние практики бывают и все остальное. То есть мы говорим об этом, но ответственность все равно, в любом случае, как говорил Альдар, она обоюдная. То есть отвечает как непосредственно клиент торгового центра, так и сам торговый центр. То есть мы все должны соблюдать правила поведения. И то, как говорил МЧС, о том, что люди сами этот проход для пожарных машин, они сами загораживают, понимая, что кого-то могут, не дай бог, не спасти из-за того, что ты припаркал там машины. Я на минуточку припаркуюсь, хотя ты можешь сказать... Ольга Вертунцева, пожалуйста, вы, насколько я понимаю, выступаете за серию публичных проверок в местах массового скопления людей. Зачем вы считаете эти проверки делать? Может быть, не стоит помогать органам, отвечающим за это, их дублировать? Я считаю, что нельзя полностью всю ответственность за свою собственную безопасность, за безопасность своего ребенка просто переложить на какие-то органы. Во-первых, у нас кроме детских садов и школ государственных есть еще и частные детские сады, детские студии, которые, извините, в подвалах находятся, детские сады, которые там просто за семью замками, ты туда не попадешь, и непонятно, как оттуда выйдут дети. И у меня возникла такая мысль логическая, что, во-первых, органы не отвечают за нас, это 100%. И если случилась такая трагедия, то она должна нас чему-то научить. Чему она должна нас научить? Чего, внимательности научить или научить тому, что мы должны сообщать куда следует? Научить ответственности, что если мы ведем своего ребенка, извините, в торговый центр, то давайте убедимся, что оттуда можно выйти. Что если мы ведем его в детский сад, то давайте убедимся, что оттуда можно выйти. И давайте, может быть, не постесняемся спросить директора школы или детского сада, А как у вас проводятся такие мероприятия? А что у вас? Мы же часто еще стесняемся задавать такие вопросы, подумать, что мы странные. На самом деле, проблема в том, что зачастую мы стесняемся обозначить свою позицию, свою безопасность. И поэтому у меня возникла вот эта мысль с массовыми проверками именно мест общественного скопления с точки зрения того, чтобы привлечь внимание общественности. И вот это внимание общественности, оно бы стимулировало органы работать более активно, более прозрачно и более результативно, скажем так. Потому что они должны понимать, что мы-то следим за ними. Абсолютно верно, но это нормальная ситуация. Мы учим детей в школе, мы все время находимся, когда мы находимся под контролем, тогда мы выполняем свои функции на любом предприятии, на любом учебном мероприятии каком-то. И мне бы очень хотелось еще, что очень важно, привлечь средства массовой информации к этому. Нас не надо привлекать, видите, мы уже сами привлекаемся. Круто, очень. Но мне бы хотелось, чтобы все-таки журналисты и других изданий, газет, телеканалов тоже приняли в этом какое-то участие и приходили в торговые центры и просили, давайте вот сейчас мы вместе с камерой пройдемся по вашим запасным выходам, посмотрим, открыты ли они. Сейчас в сети появилась фотография запасного выхода кинотеатра «Спартак». Или с Шевченком, да. Ну, очень-очень печально. Соответственно, если бы туда пришли журналисты... И сегодня тоже, и сегодня была, кстати, проверка МЧС, тоже выезжала, между прочим, с прокуратурой, проверка кинотеатра Шевченко. И там, я так поняла, что тоже из-за парковки, вот этой частной, наоборот, платной парковки, машина будет подъезжать к кинотеатру полчаса. То полчаса, ну, сгорят-то все, если не дай бог, правильно? Ну, полчаса машина едет. Не дай бог, конечно. Не дай бог, ну, это, конечно. Пожалуйста, рука в зале. Спасибо, Ольга, большое. Здравствуйте, меня зовут Сергей Лазарев. Вопрос к вам. Вот вы все говорите о детях, да? Это кинотеатр. А если говорить о тех людях, которые это все настраивают? Потому что у меня есть личный опыт, когда я будущий студент, меня попросили помочь проводить интернет и прочие вещи, да? Я тогда вообще не понимал, что такое безопасность пожарная. Это бытовые пожары, это то, о чем говорил он. Как вот быть с такими ситуациями? Ну, я был подростком, там, 19 лет, мне хотелось заработать. И вам доверяли, да? Да. Мне задача была провести кабель от пункта А к пункту Б, сделать красиво, чтобы его было не видно. Все. То есть ни о какой безопасности я вообще не понимал в тот момент. Никакого инструктажа не было, конечно, со стороны вашего. Да, вообще никакого инструктажа. Просто я понимаю, что его надо прибить, там обжать кабель, там обжать кабель. Хорошо, что мне делать, если я вызываю такую фирму, такую организацию, я что, у них должна или верить на слово, или что-то спрашивать? Ну, зачем верить? Вы, во-первых, должны проверить у них документы. Есть ли у них лицензия на этот вид деятельности? А если вы даете лицензии, то соответственно... Лицензия это у них есть, но мы не знаем квалификацию работника, которого прислали. Если работника присылает эта фирма, значит, она несет полную ответственность за этого вантажника, который должен провести этот кабель. И я почему говорю, вы должны проверить у них лицензию и сертификат на соответствие этого работника. Это хлебопек пришел кабель прокладывать, или электрик, который имеет право проводить такие работы. Спасибо. Таисия, вы хотели что-то добавить? Да, я хотела сказать уже не как психолог, а как мама. Вот я слушаю, что происходит у нас на передаче, у меня так спонтанно возникла мысль. Вот я бы, например, как родительница с удовольствием поучаствовала бы в каком-нибудь квесте за деньги, где мне бы сказали, вот мы организуем группу, вот у нас есть МЧСники, пожалуйста, приходите в Меганом. И мы сейчас в игровой форме с вашими детьми поиграем в игру, как можно спастись. То есть, допустим, я бы пришла и прошла бы путь с этим ребенком своим для того, чтобы хотя бы я сама бы знала, каким образом мне нужно вести себя в этой организации, в какой-то другой организации. Только какие-то конструктивные методы могут помочь мне, например, как родителю, осуществить превентивные меры. Спасибо. Ну, кстати, мысли, да. Пожалуйста, Валерия. Ну, хотелось бы акцентировать внимание на том, что у нас в первую очередь срабатывает инстинкт, когда происходит уже определенный образ трагедии. То есть мы акцентировали сбор на погорельцев еще в январе месяце. У нас в Крыму произошла такая ситуация. И на тот момент отреагировало достаточно небольшое количество действительно горожан. Сейчас практически одновременно с Кемерово произошла еще одна трагедия. То есть все, к счастью, остались живы. Но на улице осталось две семьи, в которой пять детей от одного годика до 14 лет. И, соответственно, сейчас откликнулись действительно такие же наши сборы в социальных сетях, на такие же призывы о помощи, откликнулось огромное количество людей. И вот поэтому в первую очередь хочется обратиться не к тем, кто собрался в студии, достаточно небезразличные, скажем так, горожане, а к тем, кто смотрит нас перед телевизором. Чтобы мы не ждали того, чтобы петух клюнул нас по разным местам, и когда произойдет действительно проблема. Потому что они находятся рядом с нами, нам только нужно обращать на них внимание. Кстати, к слову, о дезинформации, это тоже можно обсуждать. И это могло бы быть под темой нашего эфира. И можно еще полчаса обсуждать, что было много дезинформации на фоне трагедии Кемерово. Мы говорили о том, что и люди погибли намного больше людей, распространяли информацию. Это тоже психологически. Наверное, мы почему-то верим в более негативную информацию, а не в более позитивную, если можно эту информацию так назвать, я не знаю. Точно так же дезинформация по поводу Соловьева о том, что собирают людей, люди наживались на этом, к сожалению. Но мы все это выявляли. Но если говорить о Крыме, мы прекрасно знаем о социально ответственном и бизнесе, и о социально ответственных крымчанах. Мы знаем, что Артек предложил оказать, скажем так, переживший страшный пожар детям помощь. Давайте посмотрим мнение директора Артека Алексея Каспаржака и вернемся в студию. Мы взаимодействуем с регионом, мы предложили это взаимодействие Кемеровской области. Мы можем просто увеличить квоту Кемеровского региона, который сам, видимо, штаб, который работает по данной чрезвычайной ситуации, определить тех, кто в этом нуждается. Мне кажется, что единственной возможной здесь помощью, такой внятной, которую может оказать Артек, это на 21 день перенести ребенка, который случайно столкнулся с этой ситуацией, либо столкнулся сам, либо его родственники с ней столкнулись. И в этом смысле существуют последствия, психологические последствия. Влечь его от этих переживаний, максимально погрузив в среду, которая направлена в будущее, то есть в Артек. У меня вопрос, а по нормам дома должен быть огнетушитель у людей? Дома должен быть огнетушитель, да? У кого дома огнетушитель есть? Поднимите руку. У вас есть? Конечно. Вот вы ответите, молодец. И у нашего режиссера есть, говорите. Понятно. Говорят о том, предлагают в соцсетях отказаться 31 марта, устроить бойкот торговым центрам, отказаться от их посещения. Как вы считаете, насколько это нужно? Поддерживаете ли вы это? Я отвечу встречным вопросом, что это решит? Да. То есть, что это решит? А ничего не решит. А я вам скажу, что решит. А я вам скажу, потому что, может быть, если там есть нарушение, и мы знаем, что там очевидные нарушения, в каком-то из торговых центров, я сейчас не называю, да, один из, или кинотеатров, о которых мы тоже упоминали. Может быть, наверное, если мы откажемся, не будем ходить туда, мы поймем, что люди не могут делать на нас деньги и бизнес, пока их бизнес не станет безопасным для нас и для наших детей. Я думаю, один день ничего не решит, это раз. Второе, это то, что мы говорили о общественной инициативе, я наоборот, выходной день призываю для того, чтобы мы прошли, посмотрели и, извините, затерроризировали МЧС своими звонками и сообщениями о том, что нами обнаружено, получается, в этих торговых сетях. Я никоим образом не защищаю торговые сети, но в большинстве этих торговых центров находятся, в том числе, и супермаркеты продовольственные. Я думаю, что вряд ли от продовольственных магазинов кто-то откажется при закупках на следующую неделю. То есть моя позиция такая, этот бойкот ничего не решит. Елена, пожалуйста. Я не посещаю торговые центры, я не люблю такие заведения и стараюсь своих детей развлекать самостоятельно более интересными способами. Вот, кстати, Татьяна Ивановна недавно вылавливала родителей ребенка, который бросили его в лифте, это было в воскресенье. Я возьму своих детей и внуков и пойду с ними, пройду бесплатно. Квест, найдите выход из кинотеатра, следового катка. И потом сообщите нам, журналистам, если что, мы тоже поможем коллегам и сообщим, куда следует. Только спасибо большое, мы в нашу редакцию программы, давайте послушаем. В ходе прямого эфира поступили звонки от жителей полуострова, без сокращения купюр. Предлагаю послушать мнение крымчан по теме эфира. Помните, мы говорим и показываем все как есть. Увидимся ровно через неделю. За такую халатность наказывать по высшей мере надо, чтобы не повадно другим было. Сволочи такие, расстреливать за такой ужас надо. О безопасности может идти речь, если даже аварийные выходы в школах закрываются на заблок. Пусть наконец-то этой проблемой соответствующие службы уделят внимание и примут какие-то меры, хотя бы после этой трагедии. Я хотел сказать, что в своей семье, для своего ребенка, я приучаю действовать по определенным правилам в случае критической ситуации. Ни в коем случае не поддаваться панике. У человека должен быть четкий план действий. Он должен знать, где находятся основные выходы, запасные выходы. Благодаря таким знаниям в большинстве случаев можно избежать трагических жертв. Благодаря всем семьям погибших и пострадавших. Надеюсь, после этой ситуации что-то изменится и люди не будут страдать из-за халатности чиновников и бизнесменов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok